Вспышки эпидемии гриппа в этом году не было, говорят врачи. Количество заболевших с прошлым годом не сравнится. Свою роль тут сыграли противоэпидемиологические мероприятия. Если по области сейчас ниже показателя эпидситуации на 31,6%, то у нас тоже самое. В общем-то, зафиксированных заболеваний гриппа в настоящее время нет. В основном болеют дети. Если вы обнаружили у себя первые признаки заболевания ОРВИ, то следует обратиться к врачу. В идеале вызвать его на дом, советуют специалисты. Дальнейшее лечение выпишет уже медработник. Другой важный вопрос – это профилактика гриппа. Для этого нужно укреплять иммунитет, говорят врачи. Должен быть ночной сон не менее 7-8 часов ночью. Человек должен вставать и высыпаться. Сейчас весна. Время выйти на улицу и очень активно начать заниматься спортом. Велосипед, ходьба в высшем темпе, бег может быть. Общий совет – это выйти из помещения на улицу. Так человек получит витамин D, столь необходимый для повышения иммунитета. Свой рацион можно разнообразить овощным салатом с чесноком или луком, а чай лучше пить с лимоном. Цитрусовые тоже повышают иммунитет. А ближе к осени опять начнется прививочная кампания. И тут встает важный вопрос, можно ли делать две прививки – от гриппа и от ковид. На него ответили врачи. Надо прививаться как от одного, так и от другого заболевания. И когда будет вакцинация от гриппа, я думаю, что у нас будет много желающих вакцинировать. Самое главное, чтобы между этими прививками прошло около месяца, не менее месяца. Врачи говорят, что пока до конца не изучено, усугубляет ли ковид симптомы гриппа и наоборот. Поэтому стоит придерживаться противоэпидемиологических мероприятий.